Как сделать так, чтобы твой макияж стоил миллион рублей? Ты знаешь, детка, я такой звездный визажист, но могу сказать откровенно, что она гораздо талантливее, чем я. Спаси Господь, сейчас распугаешь всех моих клиентов. Никто ничего не знает пока. Но работать хотят. Все хотят работать. Это, грубо говоря, твоя жизнь перечеркнулась за один раз. Все остановится, но стриптиз-клубы будут работать. Почему нет? Престарелый сердар там. Раньше была Анжелина Джоли, а сейчас Ким ждет. Ким, привет, если ты смотришь канал, Динара. Бухгалтерия, куча счетов, пожалуйста. Оплатить. Оплатить много счетов. Мне грязят, говорят, что он там мусолит. Это кожа вообще одним спонжем, второй кисточкой что-то делает. Вот вы боитесь и говорить, ой, взрослых не очень красят. Я говорю, это самый благодарный клиент. Ну, во-первых, как минимум обеспеченный. Меня сложно обмануть, я контролеру еще тот. Контролер и собака-подзревака, знаешь, такая. Ну, жалко, наверное, смывать, да, макияж за миллион рублей? А некоторые уходят по низкой двери. Так приятно. Да я тебя обниму. Давай. Слушайте, ну вы к нам часто приезжаете? Ну, относительно, да. В целом я люблю Казахстан, а казахи почему-то любят меня. Это может быть связано с тем, что сейчас в России работы стало меньше? Именно мои поездки не зависят от этого, потому что буквально на той неделе до Астаны, до Нур-Султана я прилетал в Алмату на открытие магазина «Золотое яблоко», с которым у меня контракт уже 5 лет. Вот, и мы едем на открытие всех магазинов абсолютно, и Алмата мне, конечно, очень нравится. Такая более зеленая. Нур-Султан, он такой новый город, мне кажется, совершенно другая атмосфера. Вот. А этот мастер-класс был запланирован достаточно давно, несколько месяцев назад. В этом году? Или в прошлом году? В прошлом году он был запланирован, и вернулась немножко назад, потому что раньше было очень много мастер-классов, именно оффлайн. Я летал по всему миру, обучал, в том числе и в Казахстане, в Америке, в Европе. Потом какое-то время, когда начался карантин, мы все ушли в онлайн, скажем так, изучали новую сферу, а сейчас вроде как бы соскучились, хочется еще что-то новое. Ну и в целом, как бы, да, может быть, отчасти эта ситуация повлияла на то, что сейчас многие уезжают в какие-то соседние страны СНГ и путешествуют. Вы один из топовых визажистов России, и я думаю, что ваш график, тайминг был расписан наверняка на 22-й год, просто, я думаю, там, по часам, да? Ну, не так, конечно, что по часам, но в целом на 2-3 месяца вперед у меня всегда график расписан. Что происходит сейчас в вашем графике? Вот лично у меня, это такой часто задаваемый вопрос из-за последних ситуаций, которые произошли у нас, в целом у меня изменилось только то, что исчезла, скажем так, на 70% реклама в Инстаграм. Потому что многие бренды, большие, мировые, они пока на стопе, на паузе, никто не знает, что делать, что произойдет, поэтому пока все заморозили все свои бюджеты, стоки и все остальное. В основном это американские, европейские бренды, все, никто ничего не знает пока, вот. Но работать хотят? Все хотят работать, все, всех, всех друг к другу хорошо относятся, все прекрасно. Но они говорят, sorry, да? Но пока не знают ничего, нельзя, невозможно, они исследуют рынок, так как Инстаграм это экстремистская организация сейчас в России, то в целом многие боятся заходить от рекламы, и мы не можем делать таргет и продвигать какие-то продукты. Вот, клиенты, у меня же два салона в Уфе, я же жил раньше там, переехал в Москву в августе, в Уфе вообще ничего не изменилось, люди как жили, так и живут, ходят в салоны, абсолютно такая же выручка, косметология, школа, люди также учатся, в онлайн также учатся, личные клиенты мои, которых я красил одно время, их не было два месяца, сейчас все обратно вернулись. И ходят также на какие-то мероприятия. То есть все остро ощущается только в Москве, да? Более остро ощущается в Москве, на самом деле, да, потому что в регионах, мне кажется, не так сильно. Я брала интервью у Дани Милохина и его продюсера, Ярослава. А почему они приехали, кстати, в Казахстан? Потому что TikTok вообще, даже через VPN вы не можете зайти в TikTok. А, ну понятно, это их жизнь. Я бы, наверное, тоже не приехала, если бы я был TikTok-тером. Ну, конечно, ты открываешь, и у тебя просто, ты ни один ролик не можешь опубликовать, ничего не можешь сделать. Это, грубо говоря, твоя жизнь перечеркнулась за один раз. Она остановилась? Остановилась. Ярослав говорит, мне показалось в какой-то момент, что я понял жизнь, я понял суть бизнеса, я понял, как это все выстраивается. И такое было ощущение, что я поймал просто удачу за хвост, и все, и у нас теперь всегда будет все супер круто. Ничего не бывает вечного, это сто процентов, поэтому, мне кажется, вот я по образованию музыкант, я не отрицаю, что когда-нибудь, возможно, где-нибудь, мне придется вернуться к этой профессии. Там, или пойти танцевать, когда я танцевал. Кстати. Ну, по крайней мере. Знаете, все остановится, но стриптиз-клубы будут работать. Почему нет? Знаешь, я же, престарелый сердар там стоит, что-то все. Не, ну, знаете, зато будут приходить и говорить, там не просто стриптизер, там это сердар. Вы-то уже свой личный бренд обустрелили. На самом деле, я не скрываю до этого, до начала старта нашей съемки, я тебе сказал, можно на ты, да? Да, конечно, конечно. Что в целом я не стесняюсь такую точку в своей биографии, потому что это моя жизнь, и ничего в этом такого нет. Я музыкант, я учился в институте на кларнете, играл в оркестре, в оперном даже выступал. У нас было там, в хоре пел, вечером я танцевал, днем я красил. И у меня была даже такая интересная ситуация, когда ты днем собираешь невесту, даже не невесту, а на девичник у нее, типа, пробный макияж, девичник. А вечером ты едешь выступать на частном мероприятии, приезжаешь, а там это невеста. Я просто в шоке, что ее заказали. Ей заказали танцора, а здесь я такой, привет, опять. Ну, это говорит о трудолюбии. Я обожаю трудолюбивых людей, да, то есть это же круто, когда человек все время в поиске, да, себя. Я смотрела интервью и поняла, что ну как-то вот макияж-то пришел в твою жизнь совершенно случайно. Макияж пришел случайно, танцы пришли тоже случайно. Все в моей жизни как-то все вот так гладко и постепенно, потому что я даю возможность всегда в своей жизни, чтобы все шло своим чередом. То есть я не иду прям к конкретной цели, не делаю каких-то специальных вещей. Ну, даже наши с вами интервью. Ну, приехал я, захотел бы дать интервью, я бы, наверное, попросил агента написать, знаешь, что. А у меня как-то все спокойно. Ну, будет, будет, нет, нет. Слушай, ну это круто, потому что ты не говоришь нет, получается. Нет, не говорю чаще, соглашаюсь, но если мне интересно, но я, кстати, боюсь потерять именно в себе это качество. Это же немножко такое юношеское, детское, да, когда ты вроде и это хочу, и то, интересно, давай попробуем, да блин, пофиг. А когда ты уже взрослее такой, нет, неудобно, а вдруг откажут, вдруг будет что-то не то, поэтому... Тяжелеешь. Мне кажется, очень важно именно в своем становлении, в жизненном пути соглашаться, экспериментировать, пробовать, потому что нами обладают страхи, не получится и так далее. Всегда надо пробовать, все получится. Вот я Сердару буквально сегодня утром написала, ну, Насте, да, менеджеру, и вот сегодня вечером мы записываем интервью. Я обожаю таких людей, которые не видят вообще в этом никакой проблемы. Я вообще спонтанно в этом плане, я могу ночью прийти с работы, все спят, еще думаю, лечь ванну, думать, так, 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 что-то скучно, так, дай куплю билеты куда-нибудь там в Прагу. Ночью покупаю билеты в 3 часа ночи, а утром жене говорю, слушай, я вчера билеты купил, мы поедем через 2 дня, а, нет, подожди, завтра уже вечером у нас это, вообще спокойно. Я очень люблю. И жена нормально? Вообще нормально. А вот мне интересно, жена дизайнер, ты визажист, да, при этом творческий союз, да, ну вот о жене твоей почему-то мы мало знаем. Настя занималась еще до меня дизайном одежде, в принципе, благодаря ей стал визажист, мне на показе в Москве помогал ей, и потом она мне сказала идти учиться. Вместе мы, вкратце, просто рассказывать, вдруг кто-то не знает. В 17 лет, женаты 12, у нас двое детей, 11-9 лет. Во-первых, у каждого свой путь, мне кажется. Люди разные бывают. Я уже говорил тебе, что она интроверт, я экстраверт, я быстро ориентируюсь в обществе, знакомлюсь, я черпаю вот эту энергию, я могу быть на виду все время для Насти, это большой стресс. Пойти со мной на мероприятие и со всеми здороваться, она просто, ты идешь с ней за ручку, она так оп, ручку отпускает, и где-то чик, уже стоит где-то сбоку, одного человека найдет и с ним разговаривает уже. Вот, для нее это гораздо сложнее, но могу сказать откровенно, что она гораздо талантливее, чем я. Ну и плюс ко всему, мне кажется, вот ты знаешь дизайнеров, которые стали известны 30 лет, они все становятся там 40, 50 уже. Слушай, ну ключевое то, что ты только что сказала, что она тебе сказала, иди учись. Да, так она всегда мне, скажем так, в то время, пока она рожала, воспитывала детей, я делал свой бизнес. Становление мое было, потому что она мне дала возможность, как женщина развиваться, вдохновляла меня. Сейчас, в то время, когда у нас детки уже повзрослели немножко, когда у нее больше свободы, она открыла шоурум в Москве, мы переехали только что, уже раньше меня, чтобы ты понимала. Я делаю ремонт уже год в салоне, скоро откроется салон в Москве у меня. А она за низком месяце уже открыла шоурум. У нее есть производство шоурума в Уфе, и сейчас уже открылась, и я думаю, что сейчас попрет просто. Слушай, ну ты так долго, да, переезжал? Ты долго переезжал в Москву, почему? Я долго переезжал в Москву, мы еще когда встречались, все время хотел переехать в Москву, но Настя мне говорила, что я хочу остаться в Уфе, а потом салон, ребенок, родственники, одно, второе, третье. И вот прям такой переломный период был в том году, в августе мы переехали. Слушай, ну это достаточно долгий процесс. Лично я все время думала, что Сердар Камбаров живет в Москве. Все так думали. Все так до сих пор, наверное, думают. Это только с августа прошлого года. Да, на самом деле я жил в Уфе. А где ты красил в Москве? Собчак там, я не знаю. Слушайте, например, выезжаешь обычно на дом, то есть если история с Ксенией Анатольевной, то в основном это или ты приезжаешь рано утром, хотя утром не люблю вставать, или где-то в салоне, например. Вот, то есть я нигде не базировался, в основном это по клиентам где-то в салонах или дома собирается, потому что Москва расстояние огромное. Слушай, ну это удивительно. Как ты сделала себе имя, находясь в Уфе? Это тяжело. Не имея даже своей какой-то базы, локации. До карантина, до карантина у меня было 320 перелетов в год. Мамочка, 365. Вот, у меня было, знаешь, как… То есть ты 45 дней отдыхал? Нет, не то, что каждый день перелетов, в день могло быть 3 перелета, например, или там 2 перелета. Это… Я же еще давал очень много мастер-классов там в Америке, в Нью-Йорке, в Лондоне, в Прибалтика, в Европе. И у меня было так, типа, Уфа-Москва, Москва-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Бишкек, например, да, там, или там была Лондон. И вот так я там месяц мог не быть дома, потому что меня поперло. У меня был агент до этого, до Насти еще с Сашем, и мы с ней садились в Уфе, в моем кабинете, говорю, Саш, слушай, она такой классный стартапер, знаешь, она тебя вдохновляет прям. Ты садишься, и она говорит, так, что ты хочешь? Я говорю, я хочу, чтобы мой макияж стоил к концу года 500 тысяч. Она говорит, реально, вообще, мы это сделаем. Или она говорит, вот у тебя карта, куда ты хочешь полететь? Я говорю, хочу быть в Америке, хочу быть здесь, хочу быть здесь. Вроде как бы это нереально, но это все сбывается, когда ты об этом много думаешь. И все делаешь. Мне было очень страшно прилететь в Нью-Йорк и давать мастер-класс, мне казалось, там, голливудские звезды, мне казалось, что это же Америка, я не знаю английский. Пришла русскоязычная публика, те, кто были, не знали английский, вернее, русский, не знали русский, они пришли, мы поставили переводчика, и они жадны до знания, они мало чего знают, на самом деле, им хочется учиться. И у меня прям настолько поперло, меня остановил только карантин, на самом деле. Потому что, мне кажется, мне это нужно было. Я настолько измотался уже своими перелетами, что мне нужно было посидеть дома. Из-за тебя у нас карантин, короче, произошел. Я думаю, что для многих. Намалили. Это, знаешь, моя жена говорила, я сидел на карантине и думал, так, господи, как я буду зарабатывать? Окей, салоны, но у меня еще есть там реклама, инстаграм, все остальное, и все бренды, говорят, начали выходить на меня, говорят, давай прямой эфир на нашем бренде, и, конечно же, моделью будет твоя жена. Я говорю, ну ладно, окей. И потом я понял, что для публики в целом история, ты художник, она твоя муза, у меня жена красивая, я сижу ее крашу, знаешь, делаю мэя красивая. И Настя там, она вообще ничего не понимает особо там в косметике. Она, например, может сказать, ну типа, я так люблю эту помаду красную, я обожаю ее. После этих слов, бренд нам звонит через к ней и говорит, мы продали 3000 помад. Понимаешь, да, то, что настолько она искренняя, и они верят ей, они мне больше, наверное, что идут покупать. Но это как бы на самом деле правда, потому что она, ну, как бы это не играет. На карантине, признавайся, больше заработал? Я хорошо заработал, правда. Потому что я не успевал тратить, да? Нет, дело даже не только в это, это была смешная история, может быть, как бы, может быть, брендам это не понравится, но в целом. Вот, Настя мне говорит, а что тебе, ну, как бы, давайте будем откровенными. Всегда есть коммерция, в любом случае, есть реклама на ютубе, есть реклама в инстаграм. И все мы, если ответственно относятся к своей работе, мы берем рекламодателей, те, к которым не стыдно, да? То есть мы проверяем этот продукт, если он хороший, мы можем его порекомендовать. Вот, оправдался заранее. И здесь, получается, Настя говорит, а что ты бегаешь все время туда-сюда? Ну, типа, ну, понимаешь, все мы сидим дома, никуда не можем выйти. А я такой там и умылся, и что-то показалось, все сделала. Говорю, Настя, ну, слушай, это вообще контракт, мне за это платят. Она говорит, а почему я сижу бесплатно? Ну, типа, я твоя модель, я сижу у тебя бесплатно. Говорю, с тех пор у нас здесь договоренность 10% она получает. О, ну, это круто. И она говорит, странно, конечно, к 40 годам я стала лицом крупных мировых брендов. Сижу такая дома. Причем даже выезжать никуда не нужно. Мечта, муж красит только меня, сидит с детьми, зарабатывает деньги. Это просто идеал, понимаешь? В общем, на карантине ты нормально себя чувствовал? Я прекрасно себя чувствовал, и это время для меня было такое знаковое. Я много что переосмыслил. Слушай, а как прийти к тому, чтобы твой макияж стоил 500 тысяч рублей? Потому что сейчас я знаю миллион. Или все-таки после всех... Нет, нет, смотри. До миллиона дорос? Если ты смотрела интервью Нади Стрелец, там был заголовок «Макияж за миллион». Но там была история такая, макияж стоил 500 тысяч, плюс перелет проживания – это примерно миллион. Недавно было, вот в феврале, когда мне платили уже миллион проживания, перелет. И на чай, там, 2000 евро просто. То есть, ну, как бы, девочки... 7 миллионов тенге стоит макияж от Стрелеца. 1 700 000 – это сколько, получается, на 6? 1 700 000? Нет, подожди, если... Все вместе. Если бы, я условно... Если вот, смотри, ну, это же расстрады. Если я нахожусь в Москве, то он стоит миллион? Нет, конечно. А сколько? Упаси Господь, сейчас распугаешь всех моих клиентов. Нет, нет, я, конечно, я говорил до этого интервью, что цены неадекватны. Объясню. В Москве, если я нахожусь, условно говоря, и вот мне нужно, там, в мою студию придут или, там, где-то рядом, я пока снимаю одно местечко, это будет от 1000 евро стоить. То есть, 1000 евро – самая минимальная цена. Если я куда-то еду за город, если это раннее утро, если это, там, далеко, то это стоит дороже. Все зависит от времени, от местонахождения и когда. То есть, я вот считаю, что мое время должно в это время стоить столько-то. Допустим, ты говоришь, Эльдар, я хочу завтра в 6 утра в горах где-нибудь за 200 километров макияж. Конечно, я здесь учту не только макияж, дорогу, раннее утро, горы, там, и дорогу обратно, допустим. 7 миллионов в тенге стоит макияж, это вообще, я не знаю. Нет, нет, вот. И в целом, самое удивительное. Ну, хорошо, даже… Объясню, почему вообще эти цены. Это не из-за того, что, как бы, знаешь, там, вот я себе поставил и сижу, жду. Или там некоторые, как строители мои, или подрядчики, я не знаю, там, или бывают люди, которые со мной работают, они думают, да мы смотрели интервью, там, ты миллион зарабатываешь, и, возможно, это… Давай платим, да? И, возможно, там, каждый день у тебя в день по несколько человек. Ну, нет, такого нет. Просто вот такие вот истории есть, и люди готовы платить. Ну, это если ты выезжаешь, правильно? Допустим, условно, у кого-то свадьба… В основном, это поездка за границу куда-нибудь, да. Да, если у кого-то свадьба… То есть у меня там планируется, например, летом поездка за границу, и определенно у кого-то свадьба, у кого-то просто день рождения. Ну, делись… И для многих людей это просто, ну, слушайте, ну, это как для нас, я не знаю, потратить там, ну, пусть там 20-30 тысяч рублей, то есть это не так много. Ну, вот делись, потому что ко мне кто приходит, обычно они всегда делятся секретами. Как сделать так, чтобы твой макияж стоил миллион рублей, тире 7 миллионов тенге? Сколько ты к этому шел? Во-первых, я занимаюсь 17 лет. Во-вторых, мне кажется, ну, я, может быть, сейчас буду не совсем скромным, но в России примерно вот с этого времени, когда я начал заниматься мейком и так далее, то есть профессия визажиста была такая вот, ну, типа, обслуживание. Сфера услуг. И в целом, как бы, когда я сижу перед клиенткой, у меня никогда нет такого, что, ну, ты знаешь, детка, я такой звездный визажист, типа, помолчи, я сам знаю, что делать и так далее. Не знаю, мне кажется, что в этот момент для меня клиентка – это королева. Все, я должен делать все, чтобы она была довольна. И некоторые приходят и прям думают, блин, я боюсь ему слово сказать, он же красит там мировых звезд, кого-то красил или там наших российских и так далее. Я всегда слушаю клиентку. В этом и есть, скажем так, секрет, то, что ты должен делать так, чтобы любая клиентка ушла довольна. Любая, любая, нет ни одной недовольны, мне кажется. И для того, чтобы она рассказала всем своим подругам и тем, кто был у меня, мне кажется, я не знаю ни одну, которая сказала, что фу, ужасно, неприятно, неклассно и так далее. Если вот вернуться, скажем, сделать такой флешбек, да, назад, 17 лет назад, вот сколько стоил макияж? Если бы я 17 лет назад подошла к Сенгару и сказала, хочу макияж. Первый макияж мой в Уфе стоил, по-моему, тысячу рублей, там, 500, то ли 500, то ли 1000, это было 17 лет назад. Семь тысяч синген. В общем, тогда в Уфе стоил макияж 500 рублей, и я поставил тысячу. И мне говорили, да он с ума сошел, это очень дорого. А я в то время, чтобы вы понимали, не было брендов, ездил в Москву, покупал два чемодана косметики в течение 3-4 дней, там, мак, какие-то бренды, которых не было. Я брал с собой там 400 тысяч, 500 тысяч рублей, это все мое сбережение было на то время. Это как бы большие деньги были для меня. И я просто ходил целыми днями по магазинам, скупал, привозил эти чемоданы себе в маленькую студию, которая находилась на первом этаже, вход через подъезд. Это была уже вторая студия, первая была на третьем этаже, в Хрущевке. Когда мы с женой сняли просто квартиру, я наклеил обои, я говорю, это твоя комната, ты здесь будешь шить, а я здесь буду мейки делать и курсы преподавать. Вот. И когда мне говорят, что да, у него там все, у него любовница дорогая ему подарила, у него родители богаты, мне так становится смешно, потому что вот если бы видели, в каких условиях я там работал, из чего начинал, то, конечно, бы никто не говорил. Да, я думаю, что многие знают, те, кто в Уфе жили, потому что наша студия чуть позже, через несколько лет, она была забита битком. Там стояла очередь, я вам клянусь, вот у нас был вход через подъезд, чтобы вы понимали, жилой дом. У нас очередь стояла на улицу просто вот так. И после того, как я накрасил Парис Хилтон в Уфе, это просто... Очередь была вот такая. Да, да, но это было снижение. Мы говорили, ребята, мы не можем вас принять, потому что мы заняты. А сейчас был, в то время был прям бум макияжа, только появился Инстаграм, тогда еще не было масок, и всем хотелось выглядеть красиво. Соответственно, когда появился Инстаграм, тебе нужно транслировать, тебе нужно краситься, чтобы быть красивой. Ты же не видишь прыщавенькая там или как не выспавшаяся в эфир. Вот, и тогда было модно быть отстердаренной. Ну, типа, знаешь, отстердарила. Вот, и все на дискотеку приходили в этих образах, у меня были помощники, у меня были визажисты, была команда классная, и сейчас она тоже есть. Ну, другая уже совершенно. Вот, и я иногда работал с 3-х, с 4-х утра, с 5-ти. В пятницу, в субботу стабильно, и я вообще не спал. Сердар, у меня есть ваш райдер 2020 года. Откуда райдер? Вот, инсайты, инсайты. Так, в 2020 году. В 2020 году у вас… Я думаю, что вам дали организаторы. Да, организаторы дали. Слушайте, ну здесь, конечно, я когда прочитала райдер, я под… Слушайте, здесь сколько страниц, мамочка Мария? Это ничего нет, нормально. Слушайте, много-много страниц. Ничего особо в этом нет. Билеты бизнес-класса окей. Знаете, что меня удивило больше всего? Меня удивил технический райдер, да, то есть вы очень профессионально относитесь. Наличие двух источников кинофло, двух источников кольцевого света, трансляция на экраны. Во время проведения мастер-класса Сердару необходимы два ассистента-визажиста. В общем, все, что снял, принадлежит вам. Да, конечно. Прежде чем публиковать, сначала, в общем, попросить у вас. В гримерке должно быть Майот Шандон, Чи Иван, Са. Что там? Еще какие-то… То ли я попил немножко шампанского только все. Да. Видео-аудиозапись запрещена. Сертификаты для участников должны быть распечатаны за день. Массаж. В общем, афишу делает дизайнер Сердару. Ну, достаточно такой серьезный… Из странных вещей там есть пуховая подушка. Нету, да, еще ее. Пока здесь не было. Должна быть. Это, видимо… Я ненавижу… Просто я очень много летал, и ты хочешь комфорт себя чувствовать везде. Поэтому, в основном, понятно, что там бизнес-класс – это вообще без разговоров. Нормальная машина. Это в отеле должна быть пуховая подушка, а не колофайбер, или как это называют, на которой я не могу спать, просто выспаться. Даже, по-моему, в последнем каком-то райдере мы включили то ли пробку для ванны, что ли, потому что я люблю принимать ванны, чтобы ванна обязательно. Но бывают механические ванны, которые заедают и вытекают. И я уже говорю, ты можешь пробку туда включить, просто обычную? Ну что, ты же, ну не всегда ты в Астане, в Казахстане, ты же можешь быть в каких-то городах маленьких, в которых… Короче, это выстраданный райдер, да? Все выстраданно. Там даже есть маникюр. Мне кто-то говорит, да блин, да он обордел, маникюр у него. Иногда ты не можешь просто, скажем так… Не успеваешь. Не успеваешь. Не успеваешь подстричь ногти, а ты показываешь руками, и у тебя получается крупным кадром ногти, твои кутикулы заусенечки, и понятно, что тебе иногда проще быстро сделать это и потом показывать. В плане технического райдера это все только ради того, чтобы было комфортно всем тем, кто пришел, заплатил деньги, и все было видно. Потому что должно быть фуршет, хоть шампанское, должно быть комфортно, видно, все слышно. Я сам не люблю, когда все неорганизовано. Для меня это самое важное. Модели, чтобы были красивые. Я понимаю, о чем идет речь, потому что я сама тоже путешествую по Казахстану. И когда ты вот с чем-то сталкиваешься с таким, ты понимаешь, о чем идет речь, да? Я, конечно, отдаюсь полностью со всеми сфоткаюсь и так далее. Но потом на следующий день я лежу вот так пластом. Просто восполняю энергию, потому что иногда хочется, знаешь, организаторам или тем, кто все, идемте дальше, сюда, в горы, тусовка. Потому что, ребята, я уже не в том возрасте, мне кажется, для того, чтобы дальше тусоваться без остановки, нужно восполниться. А не бывает такого, что человеку кажется, блин, я тебе заплатил столько денег, да? Но они же меня не в аренду взяли на три дня. Они же взяли, они просто... Я выполнил все условия по райдеру, провел. Дальше я хочу... Должно быть пространство свое какое-то, мне нужно его нарушать. Нарушают часто? Ну, нет, ну всем, конечно, хочется доступ к телу, понимаешь? Одно дело предложить, допустим, это всегда приятно. Давайте поем в ресторан, туда-сюда и так далее. А другое дело, когда ты вежливо отказываешься, начинают напором брать. Ну, в основном, это все равно восточные страны, так принято у нас. Я очень хорошо понимаю менталитет, и, конечно же, хочется гостеприимства. Вот это, знаешь, там в Башкирии, когда я живу, тоже. Ой, все, там все должны пить, есть, запичкают в рот. Я сам сижу, когда где-нибудь за столом, у меня такой синдром бабушки, знаешь. Всех накормить, надо напоить, еще собой дать там что-нибудь и так далее. Поэтому иногда... Казахстан в этом смысле гостеприимный. 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 Мне очень нравится. Тактичный? Ну, с теми людьми, которыми я общаюсь, туда. У меня была единственная клиентка, казашка. Это когда Шанель Кутюр в России мне позвонили, мои помощницы, сказали, что у нас есть одна клиентка, очень важная. Шанель раз в год делает, по-моему, какой-то вечер, ужин из 20 VIP-клиентов, которые превышаются из всего мира. Шанель Джалери. Увелирные украшения. Вот, я не сказала, одна клиентка в райдере попросила, не в райдере, попросила, сказала, что если не будет Сердара Камбарова, и он не будет делать мне макияж, я не прилечу. И, в общем, пришлось бы здесь в Париж. Нет, это было все в Москве. Я приезжаю в Four Seasons, захожу в роскошный номер, там выходит красиво, симпатичная казашка, которая мне говорит, что трассите Сердар, она прям милая была. Я сказала, что если не будет Сердара, я не прилечу. Вот, и они Шанель меня позвали. А кто это был? Я не могу сказать. Ну, это... Да. Где-то как-то там. Но, ну, очень приятная женщина, мы с ней познакомились, и она пошла красиво на мероприятие. А не тяжело вот общаться с детьми? Нет, вообще, чем... Чем, чем... Нет, 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 нет. Нет? Нет, не тяжело. Мне, мне комфортно, но в целом, как бы, человек, он и есть человек. В целом, знаете, с кем, наверное, не очень комфортно, когда бывает, ну, блогер, который, например, из себя ничего не представляет. Я не знаю, как там появилась популярность или там, и так далее, но вот они себя ведут по-хамски. Ну, там, не сидят как-то. Одно дело, я понимаю, там, Ксения Анатольевна Собчак, да, она все время занята, она в телефоне, решает вопросы. А как же успевать красить? Может, что-то поесть. Нет времени у человека, просто чисто физически. Я не понимаю, как она успевает вообще в целом работать. Жить. Время занята, это какой-то киборг, я не знаю. Я не понимаю, как так можно вообще жить, но в целом. Это прям восхищение, мозг и все остальное. И здесь, конечно, ты подстраиваешься, ты можешь стоять на коленях просто или... Лежать рядом с ней. Лежать, неважно. Самое главное – профессионализм. Ты не можешь выпендриваться и делать, поставить мне свет, высокий стул, я хочу стоять. Нет, там нет времени, нужно было сделать быстро все. В этом и заключается профессионализм. Ну, мне кажется, и с такими людьми ты не просто там красишь, да, то ты и учишься. Конечно. Ты все время, когда слышишь какие-то там, хочешь не хочешь разговоры, манеры общения, как решаются вопросы какие-то, ты все время учишься. А чему вы учитесь у Ксении Анатольевны? Тайминг, работа, все должно быть четко. Когда ты приходишь, все должно быть подготовлено. Нет времени ждать нисколько вообще просто. И поэтому, когда ты думаешь, что все затягивается настолько долго, то и ты тратишь свое время, это никакие рамки. Все должно быть четко, подготовлено, быстро и профессионально. В общем, я люблю читать российские телеграм-каналы, только никому, анти-глянец. Не знаю, мне нравится. И где-то я пришла о том, что Виктория Боня, она, в общем, сказала, что Ксения Собчак приходит к Сердару с моей фотографией, говорит, я хочу, чтобы ты меня накрасил. Вот так. И я реально не поленилась, это было ночью, провела свое журналистское расследование, и я действительно увидела, это был один и тот же макияж. Серьезно? Да. Мне кажется, они вообще не похожи. Похожи. Может быть, просто я красил? Нет, то есть я сделала бы то же самое, если бы я увидела, ну, неважно. Нет, давайте начнем с того, что мои клиентки, Ксения Анатольевна Собчак, Виктория Боня, не знаю, там, Ксюша Бородина, Бузова, да, там, как и красил тоже Вика Лопырева, многие друг с другом не общаются или не дружат, или там кто-то не может быть ненавидит друг друга, иногда это просто взаимовыгодно, скажем так, ненависть и пиар-акция в то же время. Я, мне говорят, как ты умудряешься с ними, со всеми работать и общаться? Я никогда не лезу в их отношения. Вот, знаешь, история такая у меня, позиция такая, девочки, разбирайтесь между собой. Потому что если я буду, даже было всегда у меня, даже в Уфе, клиентки, кто-то кого-то не любит на вид, я нейтралитет, можно меня не трогать, потому что я не могу кого-то ненавидеть или любить, или не любить. Я ко всем отношусь прекрасно, и у каждого, у меня у каждой из них своя история. Вот. Понятно, что я с кем-то больше дружу, с кем-то больше как клиент, вот. Но, тем не менее, никогда они не влажут, а поэтому всякие истории, там, кто-то что-то сказал, иногда многие... Ну, бывает такое, что они между собой могут сказать, слушай, вот мне понравилось, прошлый раз, вот ты Бузову классно накрасил. Редко, редко. Ну, бывает. Не позволяю себе не такого. А что Боня, получается, придумала это? Я не знаю, это Викина история какая-то. Это какая-то Викина история. Я так поняла, что Ксения Собчак платит за макияж? Конечно. Все платят? Есть, например... Как это вообще обсуждать? На берегу? Нет, смотрите, Ксения Анатольевна, у нас всегда рабочие встречи, я с ней работаю достаточно часто, я люблю с ней работать, и всегда она платит. И не было ни разу такого, чтобы что-то как-то там... Вот, как я говорю, так и бывает обычно, мне комфортно работать. Есть те, которыми я дружу, например, Ксюша Бородина, мы красимся на какие-то мероприятия, и это звучит так, типа, дорогой, привет, можешь накрасить меня? Ну, просто на дне рождения и так далее. Конечно, если я могу, я говорю, да, если я не могу, могу сказать нет спокойно. Вот и все. То есть мы общаемся, мы дружим чаще с Ксюшей Бородиной, я имею в виду, вот, и мы работаем вместе, мы коллеги же с одной передачей «Перезагрузка на ТНТ». Вот, и может быть, даже благодаря ей я попал на телевидение, потому что она мне посоветовала. Где дружеские отношения, то там можно сказать нет, а где уже... Нужно набрать деньги с друзей, тем более, знаешь, когда я никогда никого не прошу выкладывать себя, там, отмечать, сделать посты. У меня никогда, даже когда не было известности, сейчас, наверное, многим даже приятно или даже круто отказаться в моем инстаграме, когда ты выкладываешь на всеобщее обозрение с макияжем. Некоторые даже к этому стремятся, есть клиенты, которые просят и готовы заплатить за это. У меня никогда не было такого, чтобы я там сказала, вот вы меня должны отметить, тогда я вам сделаю скидку или накрашу бесплатно. Захочет она это сделать, она это сделает. То есть задача такая моя, сделать настолько офигенно, чтобы она восхищалась и выкладывала, и выложила, и, возможно, если там тебя отметят, это будет классно, приятно. Но все визажисты стремятся красить звезд, потому что, ну, понятно, что это такой прямой путь, да, к славе. А есть звезды, с которыми ты поработал, ну, после макияжа, да, ты подумал, ты принял для себя решение, что, блин, больше я красть их не буду. Ну, наверное, есть, не из-за того, что мне не нравится, из-за того, что просто разные, энергетика не та. Мне нравятся более такие сильные женщины со стержнем, помимо красоты. Вот, и там одна из них была Алла Вербер, если вы знаете. Конечно, ЦУМ. Да, ЦУМ. Это был человек, который просто меня настолько вдохновлял, и я всегда бежал на встречу с ней, я был готов красить ее бесплатно. И когда она мне прилагала деньги, я не мог даже их брать, но она все время говорила, то мне шарфик, лоропьяно, какой-то там кошелечек какой-нибудь, то там какую-нибудь бутылку шампанского. А мне настолько, я вот так открыв рот сижу и слушаю, как она разговаривает, как она себя ведет, какая от нее энергетика, она же такая Софи Лорен. Вот. И самое классное, когда, куда бы она ни опаздывала, она не ходила не накрашена, ну, старалась, потому что на ответственные мероприятия подождут, доделай, потом она сидит просто восхищается собой. И мои работы, а это просто для меня верх похвалы какой-то, когда тебе говорят, что, блин, настолько, ты классно накрасилась, спасибо тебе большое. Или там, она мне записала голосовое сообщение, помню, после ее юбилея 60 лет, что я превратил из лягушки ее в принцессу. Я там переслышал много раз. Вот. И ты готов прям находиться такими людьми достаточно долго. И ее уход был для меня, конечно, большой стресс. Но это такой для меня был, мне кажется, даже после ее ухода ангел-хранитель, потому что многие мои клиентки, те, которые мои, они все говорили мне одну фразу, что мы тебя узнали от Аллы Вербер. И она про тебя говорила очень много хорошего. Это всегда приятно. Сирдар, я поняла, тебя вдохновляют сильные женщины. This is true. Oh, this is true. English is good. Ну, английский может быть не такой хороший, но я учу последние несколько лет. Но есть желание поехать в Голливуд и накрасить Ким? Мне кажется, есть. Я думаю, что Анки меня ждет все-таки. Это как мечта всех визажистов, знаешь, чтобы раньше была Анжелина Джоли, а сейчас, ну, Ким ждет. Ким, привет, если ты смотришь канал Динара. Нет, ну ты пытался ей там писать? Нет, конечно. Нет, почему? Ким, спишь? Не, типа, Ким, запитая, hello. Нет, 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 никому. Такими вещами не занимаешь, конечно. Может быть, еще не то время, когда буду совсем отчаявшись, напишу. Но в целом, я думаю, что это вполне реально, поехать в Калифорнию, Лос-Анджелес, потому что там все-таки… Слушай, ну ты уже там был, ты говоришь, я давал мастер-класс в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, да. Вот что ты понял для себя там? Я понял для себя, что в России одни из лучших визажистов. Я понял для себя, что нет ничего невозможного. Я понял для себя то, что народ готов платить. Ты можешь спокойно переехать куда-то за границу найти работу. То есть я, вот если брать, например, страны, куда бы я переехал и где мне будет хорошо платить, понятно, что в России мне самая комфортная история, потому что меня здесь знают. Вот у меня есть много источников дохода, это салоны, опять обучение, у меня свой бренд кистей, я планирую там сделать косметику, может, в будущем. Пока жду, потому что в связи с всей ситуацией не самые лучшие сейчас условия для наших брендов российских. Вот, потому что мне говорят, что некоторые заводы отказываются сюда же делать. И, наверное, это была бы Америка именно в Лос-Анджелесе, там, где звезды, потому что визажисты. А ты же там был? Я в Лос-Анджелесе был, но я был там два дня, только мало. Я хочу поехать, у меня, кстати, есть виза. Я сделал как раз перед всей ситуацией. Успела. Виталий в Варшаву и сделали всей семье визу на три года. Поэтому пока визы все есть, есть карточка в Казахстан, где могу рассчитаться, пока выход такой. Вот, и там визажисты, они как селебрии тоже. То есть они могут прийти, и вот я, условно говоря, там визажист Марио, который красит Ким, или парикмахер, который красит звезд. Здесь, конечно, я начал говорить про эти истории до этого, о том, что, может быть, начиная с меня, это может быть не совсем скромно, но я уже прихожу на мероприятия, на какие-то презентации, я уже как селебрии тоже. Потому что я крашу звезд, ко мне подходят звезды и говорят, я бы хотел у тебя накраситься, или можно с тобой как-то поработать. Это приятно всегда. Мы были данным мероприятием с Ксюшей Шопчак-жара, вот, подходили ко мне многие спрашивают. Звезды? Да. И говорили, как записаться, да? Ну да, а кто-то вот чуть повзрослее, те кто. Ларисе Долиной, кстати, пролил воду на сумку. Я ее люблю, причем, знаешь, так, и Ксюша, братец, это, я иду с таких больших ботинках, тоже, знаешь, правда, и такой стол задел. Здесь я поворачиваю просто, крик Ларисы Долины, мою сторону, воду на сумку Прадо в стразах. Она такая, что вы делаете, молодой человек, вытирает, значит, я говорю, а у меня такой взгляд, знаешь, этого, кота, который нагадил просто, который отворачивается, я не знаю, что сказать. Я подхожу, потом говорю, Лариса, вы извините, Лариса, я не помню, отчество, ну, просто. Да. Очень плохо, что у нас так произошло наше знакомство, но я бы хотел, конечно, как-то извиниться и подарить ему макияж. За миллион рублей. Я не стала, ты говорите, она, наверное, она, я думаю, что меня не знала, но в целом, мне хотелось, она сказала мне, я своему визажисту не изменяю. Ну, ладно. В Америке существует пиар-агентство, да, работают пиар-агентства, которые придумывают вот эти вот фишки, да, которые придумывают там, ну, среду и прочее для того, чтобы зайти на этот рынок. Вот ты обращался вообще к пиарщикам? Вообще ни разу. Я когда обращаюсь там к кому-то из знакомых, друзей, там, пиар-агентства или какие-то, каких-то людей, которые здесь есть опыт, и мне говорят, Середа, слушай, у тебя так прекрасно получается все в одном лице совмещать, ты маркетолог сам себе и пиарщик, у тебя есть и чуйка какая-то, где нужно где-то какую-то поперчить, посолить, там, выложить фотки в трусах, ты мне там спрашивал ли видео какое-то, знаешь, или там еще что-то, в целом, как бы, знаешь, у любого человека известно, есть такая вот, типа, я не знаю, там, по звездам или как-то, в целом, какая-то карма, когда вот есть определенный интерес к этому человеку, у кого-то он завышенный, там, типа Ольга Бузова, это же такой феномен, да, вот почему она всем интересна, там, была, есть, я не знаю, но в целом, как бы, иногда некоторые не могут объяснить это, а есть у меня друзья, которые, вроде, как бы, неплохие специалисты, хотят быть известными, ну, как бы они ни старались, как бы они ни нанимали своих пиарщиков, маркетологов, огромную команду, ну, неинтересны они, мне кажется, в первую очередь нужно быть настоящим, потому что народ, когда смотрит через камеру на тебя, даже они будут смотреть наше интервью, они поймут, где ты привираешь немножко, а где ты говоришь правду, вы согласны с тобой? Я сто процентов согласна, но я еще думаю, что это искусство коммуникации, ну, можно, да, я думаю, что человек, который любит других людей, искренне, это точно, он добьется всего, потому что деньги приходят через других людей, я, когда начал заниматься макияжем, никогда в жизни не думал, что я буду этим зарабатывать, для меня это была просто страсть, любовь, при этом ни разу не художник, вообще ни разу не художник, не умею рисовать на бумажке даже, у меня дочка идеально рисует, а не было такого, что ты бровь одну нарисовал повыше, а вторую? Нет, нет, смотри, это совершенно другое, и когда я прочитал книжку, Рэй Моррис, это визажист из Австралии, она пишет, ребят, ну, типа, я вообще не умею рисовать, это был мой комплекс, и сейчас у меня есть, надо нарисовать эскиз, у меня есть люди, которые рисуют это, но я идеально рисую на лице, потом, когда я начал преподавать, ко мне приходили художники, которые ужасно делают макияж, просто, они ничего не видят, это совершенно другой материал, это кожа, живая, теплая, разных оттенков, это еще человек, это психология, а когда бумага, это совершенно другое, ты же как бы с чем-то не живым общаешься, а здесь живой человек, многие же приходят на макияж не только из-за макияжа, а просто погрузиться в эту атмосферу, почувствовать себя красивой, подпитаться какой-то энергией, может быть, потому что у меня есть даже друзья, подруги мои, которые записываются ко мне на макияж, я говорю, куда ты сегодня идешь? Она говорит, я просто записалась, чтобы с тобой поболтать, что ты все время занят, а я решила просто с тобой побыть рядом. Слушай, ну круто, это приятно. А у кого ты учишься? Я учусь всегда, если есть возможность к этому, мне кажется, я был на многих мастер-классах, во многих странах, последний мой мастер-класс был в Дубае, буквально недавно у голливудского визажиста Патрик Та, он красит красоток, всех красоток из Victoria's Secret и всех остальных, вот, ну мне прям понравилось, близка была мне техника, он такой педантичный, азиат, прорабатывает кожу, иногда ты сидишь и думаешь, блин, у меня такое ощущение, что он все мои марафоны прошел. Я вам пенусь. Может быть, он технично. Может быть, он технично и посмотрел, но, правда, он настолько, знаешь, мне говорят, что он там мусолит, это кожа вообще, там, одним спонжем, второй кисточкой, что-то делает, а ты понимаешь, в тонкости, почему он так делает, потому что бывает такое, знаешь, ну вот, макияж и макияж, как он может столько стоит, но ты вот посмотришь, два визажиста, две одинаковых, два одинаковых кейса косметики, одинаковые кисти, но макияж могут быть совершенно разные, потому что вот это вот детали и мелочи, это как в любом деле, волосы, я не знаю, маникюр, да, или где-то, то есть, это большая есть разница от этого, и это очень важно, чтобы женщина ощущала себя красивой и чувствовала, это не обязательно нужно быть какой-то, знаешь, сложный какой-то макияж или техника, это может быть один карандаш растушеванный. Слушай, а если приходит женщина, да, скажем, ну, которая, вот, блин, косметологу, последний раз в прошлом году ходила, да? У меня таких клиентов нет. Ну, конечно, за миллион рублей-то, ну, скажем, с кожей проблемы, да? Вот есть вот эти вот фишки, которые Гуар часто делает, да, там, просто ужас, а потом красота. Динара, это больше, наверное, социальная история такая, когда обожженное лицо, когда, там, акне, прыщи, это очень хорошо проходит, как у нас говорят, хавают в инстаграм, да, потому что всем интересно, до, после, все, другая. Особенно китаянки вообще тащусь. Ну да, может быть, это, знаешь, века приклеила, все сделала. Потом они все убирают. Как популярно, как в ТикТоке, трэш, знаешь, без зубов челюсть ставила, сделала, все, ну, всем прикольно, стрюку просла, переслали и так далее. Можно пойти таким путем, это самый, наверное, интересный, ну, как, быстрый путь в этом плане, но иногда, когда, мне кажется, клиентка, которая реально хочет такая вот, попасть на макияж. Твоя клиентка. Моя клиентка, давай, давай, договори так, да, не знал, как писать. Я подумаю, так, что-то я не хочу, это не мой вариант, потому что чаще всего они тихо, спокойно, без, у меня у многих клиентов нет просто в инстаграм, нельзя. В общем, ты работаешь на экономически зрелую аудиторию. Ну, да, я когда преподаю лифтинг макияж, возрастной. Я всегда говорю, ребят, вот вы боитесь и говорить, ой, взрослых не очень красить. Я говорю, это самый благодарный клиент. Ну, во-первых, как минимум обеспеченный. Потому что первое время, когда ты, ну, там, только начинаешь свою профессию визажиста, приглашаешь красивых моделей. И даже, я могу даже открыть инстаграм, посмотреть, все красиво красить, но клиентов у него нет, денег у него нет, потому что слишком молодые, с идеальной кожей модели, значит, ну, приглашает их бесплатно и делает это для пиара. Я, честно говоря, очень рада. Я вот благодарна таким визажистам, как Стердар, которые вообще эту индустрию раскочегарили до такой степени, что у нас макияж, ну, по крайней мере, в Нур-Султане тебя могут накрасить там за 10 баксов. За 20 баксов. Ты благодарна? Я благодарна, потому что раньше, я телеведущая новостей, я, скажем, там, 2008, 2007, 2006 год. Значит, дороже стоило? Не было визажистов. Ну, да. Тебя тот же человек, который тебя начесывал, а знаешь, как... Да, я понимаю, чего я был. Он сначала вот так вот, у тебя просто волосы вот так вот все стоят, потом тебе вот так вот это вот одной расчесочкой заглаживает, и этот же человек тебя красит. И у нас на Хабаре работала Лена Исаева, может быть, ты знаешь. Она была одна до 2000, я тебе скажу, 12-го года. До того, пока не появился инстаграм. Господи, да. И я помню, когда я нашла визажиста, который меня более или менее нормально накрасил, и затем Сандибир Сарга, которая тебя привозила, она просто начала выпускать, да, учениц. Сейчас это просто, знаешь, найти визажиста просто самое простое время. Это на самом деле легко, и это хорошо же. Я могу сказать из своего опыта, когда я за границей на мастер-классе где-то в Америке и в Европе, приходят девчонки на мастер-класс, такие, знаешь, ну вот как будто они не из бьюти-индустрии иногда. Ну, наверное, это Европа, все-таки Америка. Не все, не все, но большинство. Вчера, когда я увидел на мастер-классе такое количество красивых девчонок, они все с укладками, маникюр, все видно, что при макияже, красиво оделись. Причем у них у всех в кейсах Том Форд. Да, у нас любовь просто к люксу, к золотому блестящему, все к роскоши. Мне кажется, это восточная генетическая память предков все-таки играет. Ты доволен нашими визажистами? Мне понравилось. Слушайте, вчера мастер-класс прошел супер-классно. Ну и тебя похвалила мой визажист, Гуля, она сказала, он такой легкий. Спасибо. Она здесь, да, он сказал, он такой легкий. Он ходил с бокалом шампанского, к каждому подходил. Потому что, честно... Подожди, стоп, ну не весь мастер-класс я пил шампанского. С самого начала. Сорри, я неправильно сказала, с самого начала. Не, ну ты знаешь, потому что я, когда смотрела на тебя в Инстаграм, мне казалось, что ты сноб, честно. Все так думают почему-то. Скажи мне, пожалуйста, а вот что, может быть, ты мне скажешь, а почему кажется некоторым, что я сноб, или я слишком строгий, или какой-то слишком много выпендриваюсь, что выдает в Инстаграме? Почему так? Потому что ты вроде как бы популярный человек тоже. Да, я разбираюсь в людях. Я не знаю, почему-то... Я то же самое думаю про некоторых, знаешь? Ну это вот действительно, знаешь, вот нельзя верить мифам, нельзя. А с другой стороны, мне это чуть-чуть нравится, когда люди меня побаиваются. Ну потом ты приходишь и развеиваешь миф просто, знаешь. А ты хороший оказался. Да-да-да. Даже тот же самый райдер. Когда у меня организаторы его видят, у них просто глаза лезут на лоб. То есть для визажиста это достаточно серьезный райдер. Иногда у звезд такого не бывает, знаешь. Но иногда бывает такое, ну ты поставил ты в райдер, условно говорит, там банка соленых огурцов, какого-нибудь там дяди Пети, да, название. И ты понимаешь, ты приехал, и у тебя в номер не стоит этой банки соленых огурцов. Значит, все остальное будет не очень. Это проверочка такая. Это проверочка такая, да. А здесь организаторы просто, там, да какие-то мелочи, которые для меня не имеют значения. Мы написали это, может быть, знаешь, иногда вот для звезды делается райдер, чтобы там вода такая. Это мы приглашали Джеки Чана в 2017 году. Нам тоже выставили еще хуже райдер. Еще хуже. Я когда его посмотрела, я говорю, ужас, лучше бы он не приезжал, да, но когда он приехал, и мы увидели вообще поза человека, ну не знаю, я получила мастер-класс, каким нужно быть. Я поняла, что великий человек – это очень простой человек. Это правда. Да, поэтому вот слава богу, что ты тоже разрушил этот миф. Разрушил. Да. Слушай, ну деньги для тебя… Имеет значение. Макияж за 7 миллионов в теньке, да? Классно. Ты можешь не красить там, я не знаю, каждый день, да, как Акуля красит. Тебе достаточно раз, не знаю, в недельку накрасить человека, да, Ксению Собчак? Не важно, в каком она состоянии. Нет, Ксению Собчак столько же платит, к сожалению. Ну хорошо, я не знаю, там какая-то другая клипа. Это вы зная история, но тем не менее. Ну в смысле, ты же не работаешь каждый день? Я когда не сплю круглосуточный на телефоне, посмотри мне, сколько уже народ написал. У меня много чатов. Ну что они хотят? Давай откроем, посмотрим. Давай посмотрим. Что, они уже вызывают тебя в другой город? Бухгалтерия, куча счетов, пожалуйста. Оплатить? Оплатить, много счетов. Управляющие мне пишут, так, этот бренд уходит за Россию, давай закажем. Вот, пожалуйста, давай сделаем акцию, косметологию. Просто ремонт, ремонт нового салона. Здесь золотое яблоко пишет, ищем звезду на следующем мероприятии. Пишет пиарщица бренда, бренда Флориаль по поводу статистики, всего остального, куда идти. Дальше, пожалуйста, перезагрузки, стилист пишет мне, там, привези такие вещи и так далее на следующую съемку. А что ты, все это сам делаешь? Все делаю сам, нет, помимо этого у меня есть помощники, но очень многие. Бухгалтерия тоже сам? Я в чате бухгалтерия, да, но все счета я проверяю сам, каждый счет, куда, что мы платим. А было такое, чтобы тебя обманули кто-то из членов твоей команды? Где-то там... В целом, как бы, меня сложно обмануть, я контролеру еще тот. Контролер и собака-подзревака, знаешь, такая. Я когда-то прочитал книжку, когда у меня была история в начале моего бизнеса, когда там от меня ушел весь коллектив, это было сложно. Я не умел руководить, вместо того, чтобы правильно руководить, я мог кричать, то под ножками добиваться своего. И вроде как бы мы вместе начинали, а потом у меня появилась студия красивая и все остальное. Ну, как-то мы не изжились. Я прочитал книжку, называется «Жесткий менеджмент». Я тоже ее прочитала. Мне она прям очень помогла. Мне тоже. Я почему-то думал, что я буду суперклассным директором, меня будут тебя любить. И вообще, в целом, весь, все меня любят. И когда я ухожу за дверью, все обо мне говорят хорошо. Такого не бывает, ребят. На самом деле, кот за ворота, мыши в пляс, часто такое бывает. Контроль тотальный, камеры и все остальное. То есть я четко могу понимать, что мы сотрудники, как бы они меня не любили, у меня классный коллектив, я их обожаю, своих девочек, если они смотрят. Но, тем не менее, они могут сказать что-то про меня. И это абсолютно нормально везде. То есть ты начальник, тебя могут любить, но в то же время они могут быть чем-то там недовольны. И это абсолютно хорошо. Говорят, учитель состоялся, когда ученик его превзошел. Есть ученики, которые тебя превзошли? Назови их. Вот честно. Может, у них дешевле макияж. Все то же самое, только дешевле. Нет, на самом деле, у меня очень много учеников. Мне кажется, только наша школа выпустила порядка больше 10 тысяч по всей России. Смотря в чем произошло. В технике, возможно, и есть кто-то круче. Я не знаю, так, чтобы брали за макияж многое. Я тоже не знаю. Может быть, кто-то и кому-то платил больше. Пока нет, видимо. То есть ты не можешь назвать учеников? Еще пока не родился, видимо, такой. Есть очень много визажистов, которые открыли свои студии. Есть свои клиенты. Мы как-то общаемся. Это мои ученики, но я никогда не люблю... Ну, талант, который вот прям бы тебя превзошел, еще ты его такого не встретил, да? Ну, пока, наверное, нет. Но я не люблю, скажем так, себе забирать заслуги других. Это как у меня бывает такое. Я отучился в школе в Уфе, потом был на мастер-классе одного визажиста, второго. И где-то в каком-то интервью 15 лет назад сказал, что я учился у того. И здесь начинается. Мы учились Эрдара Камбарова, только благодаря нам он стал звездой. Да, ребят, я стал звездой в этой сфере только благодаря себе, наверное. Может быть, моей семье, своему упорству и своим трудолюбием. Вот и все. То есть невозможно сказать, даже если твоя девочка-визажист была у меня на мастер-классе и стала завтра мировой знаменитостью, что я, конечно, могу завтра писать во всех газетах, что она училась у меня, но я не буду такого делать никогда. Мне кажется, это заслуга именно того человека, который сам делает. Потому что самый большой опыт ты получаешь только в процессе от клиентов, наверное, самих. Откуда ты берешь тренды в макияже? То есть ты же должен все время быть на шаг впереди. Сейчас я развею миф, мне кажется, с этим многих, потому что тренды – это все маркетинг. Откуда берутся тренды в целом? Ну, почему понятно было, да? Там есть бренд – Шанель, Диор, я не знаю, там, Селина и так далее. Проходит показ. Главный визажист делает какой-то макияж, это все появляется на подиуме, на подиумах журнала, соответственно, ВОК, какие-то другие, Космополитон, это все транслируют люди и говорят, что это модно сейчас в 2022 году. Вот и все. Визажисты это подхватывают и все делают. То есть тренды задают в основном бренды одежды, которые говорят, что сегодня на подиуме у меня будут винные губы, или смоки, или ньют макияж, мокрая кожа и так далее. Вот вам и тренд. Или звезды. Та же Ким Кардашьяна вышла, сделала там всякой-то мейк, или подружка Канни Уэст сделала какой-то мейк, вот отсюда идут тренды. Но в целом тренды, они цикличные. То есть нет ничего нового, то, чтобы я удивился, потому что, блин, 5 лет назад, год назад, 2 года назад те же матовые губы, потом они становятся спаркл, потом они становятся натуральные, потом зацелованные. Смоки – это классика уже, он может быть такой-сякой. Стрелка может быть чуть вверх, чуть вниз. Вот и так далее. То есть я считаю, что если следовать трендам, это нужно быть прям вот моделью с идеальным лицом, пропорциями, чтобы на себе все испробовать. Но когда самое главное для себя понимать, что это тебе подходит, тебе идет, и ничего не нужно там стараться следовать моде, потому что в основном это маркетинг для того, чтобы, наверное, продавалась косметика, продавались вещи. Я как-то брала интервью у известного, кстати, российского пластического хирурга. Как зовут? Антон Игоревич Захаров. Я ему говорю, наверное, вам тяжело встречаться с девушками, потому что вы просто смотрите, думаю, так, я бы носик там подправил бы, здесь бы я там подтянул бровь. А у тебя нет такого? Вообще нет. То есть это и профессиональное, скажем… Когда со мной встречаются мои друзья, девушки, или там просто знакомство, некоторые, знаешь, начинают. У тебя, кстати, такого не было. А они сразу такие, ой, я там накрасилась, там что-то на мне не то, они почему-то думают, что я смотрю и думаю, ах ты, ужасно накрашен. Что за тон? Ну, никогда не буду делать это в жизни в целом. Потому что, во-первых, я насмотрелся много чего, во-вторых, я видел ненакрашенных девушек, женщин совершенно в разных видах, да, там, и с каким-то несовершенствованным кожей и так далее, поэтому мне нужно тесняться. Вот свою жену, например, люблю ненакрашенную, сонную, с просонью. Слушай, ну жалко, наверное, смывать, да, макияж за миллион рублей? А некоторые уходят по несколько дней. Я даже не буду говорить, кто, но ходят. Некоторые еще говорят, странно, некоторые визажисты красят и не смывают потом. Типа их лентки не смывают макияж. И я в этот момент думаю, давай посмотрим на тебя завтра. И она мне пишет, слушай, сердечки, первый раз в жизни я не смылаю макияж. Мне так было жалко. Я подошла к зеркалу и не стала смывать, или я там смыла тоном на глаза оставила. Я вот, знаешь, всегда удивляюсь. Вот у меня в разных городах и в разных странах по-разному красят. И я всегда думаю, господи, это же мое лицо. Это же я. Почему все красят по-разному? Можно вопрос тебе? Да. Хорошо. А у тебя есть определенные такие просьбы к визажистам? То, что, типа, вот, например, там кто-то тебя красит. Пожалуйста, это не делает так, не делает, делает так, так, так. Конечно, конечно. А что конкретно? Я всегда говорю, так, до середины у нас затемняем. До середины глаза? До середины глаза затемняем, до середины зрачка. Потому что Саня так научила. Затем... Это значит психологическая травма. Да, да, да. Затем мы здесь вот так вот высветляем. Обязательно мы как-то сажаем глаз, потому что у меня глаза, ну, то есть немного вверх, да, вот эти, чтобы... Раскосые, ага. Не раскосые, а чтобы они же у меня, ну, то есть должно же быть вот это золотое сечение, да, то есть одинаково. Я вообще ненавижу вот это вот золотое сечение. То есть мы должны ниже... И там, типа, 90-90, сейчас все, индивидуальность, все. Нет такого. Ну, ты знаешь, сейчас я уже по этому поводу не парюсь, потому что я знаю, что я это я. Я это я, это классно меня любит, я красиво как бы и не накрасилась. Вот это вот самое главное, да, мне кажется. Но единственное, конечно, что ты, когда у тебя, например, на съемку профессиональную, в жизни не накрашусь сама. Для меня очень важно, чтобы я накрасил визажист. Ну, ты сама хорошо красишься, мне кажется. Неплохо. Но затем на монтаже я увижу, что это я себя красила, потому что это будет не одинаково. То есть то, что делает профессиональный визажист, это все-таки правильный... Ну, у тебя всегда красивый макияж, кстати, я посмотрел. Потому что огуля меня красит каждый день. Давай мы повторим тебя, хочешь? У тебя всегда красивый макияж. Спасибо большое. Слушай, ну мы получили мастер-класс. Во-первых, я для себя просто, конечно, для меня шок, что ты в Москву переехал только в августе. Это правда. Я была уверена, что ты москвич и уже давно. Притом, второе для меня это, конечно, шок, что у тебя даже не было студии все это время. Нет, у меня студия откроется буквально... Когда интервью наше выйдет? Через фотку. Ну вот на следующей неделе. Ну чуть позже, после интервью, вернее, после интервью откроется мысль. Слушай, ну это круто. Ну и потом, конечно... Я надеюсь, ты придешь. Я с удовольствием приду. Когда будешь в Москве. Да. И третье, это то, что ты оказался не стоп. Так приятно. Да я тебя понимаю. Давай. Хорошо, что ты приехал, да. Вообще, у тебя есть в будущем планы открыть студию в Казахстане? Или учебный центр? Знаешь, вот побывав в Казахстане последние разы, я понял, что у меня менталитет близок, на самом деле. Я могу общаться, найти общий язык. Потому что люди из России, которые приезжают, они иногда не понимают всего этого восточного, знаешь. А так как у меня папа туркмен, мама башкирка, в целом мне все это близко. Я могу легко найти общий язык и пообщаться, договориться о чем-то. И понимаю, я не обижаюсь на какие-то вещи, потому что некоторые думают, что это слишком как-то непонятно или еще что-нибудь. Возможно, кстати, и почему нет? Ну почему нет? Давай подумай. Давай подумаем. Давай подумай. Это уже заканчиво. Да, давай подумаем. Сердар, спасибо тебе большое. Спасибо. Очень приятно было. И я думаю, что... Я очень рада, что индустрия красоты у нас в Казахстане, она развивается. Потому что я в 2008 году была миссис Казахстан. Да ладно? Да, и в 2009 году я поехала на миссис Мира. И там, куда приехали 77, по-моему, женщин со всего мира, я увидела латиноамериканок, и я поняла, насколько у них индустрия красоты впереди. Потому что со мной в номере жила миссис Южная Африка. То есть она была блондинка, красотка. И я просто на нее смотрела. Это был 2009 год. Она просыпалась в 6 утра. У нее по всей кровати вот так вот лежали накладные пряди. Затем она открывала свой чемодан. И я вот просто с утра получала мастер-класс. Я поняла, что, ну, просто даже Африка, да, она настолько впереди. Латиноски, ну, они просто, они с утра выходили, у них у всех были вот этот бронзатор на ногах, на руках. Слушай, ну, это не всегда хорошо. Волосы блестящие. И я просто смотрела на них. Ну, прикинь, 2009 год. У нас, я работаю, новости веду, у нас нет визажиста. А, 2009 год это был? 2009 год. Я думаю, это недавно. Нет, 2009 год. И я, когда вернулась, первое, что я пошла, я нарастила волосы. И намазала ноги жидкими колготками, да? Жидкими колготками, потом я побежала к стоматологу за винирами. То есть я поняла, насколько они вообще шагнули вперед. Знаешь, у меня такая теория. Если ты можешь выглядеть лучше и круче, то ты должна это делать, потому что не выглядеть хорошо, вернее, если ты можешь себе позволить и не выглядеть намного лучше, это преступление прям для женщины. Поэтому, если есть возможность красить волосы, мне как-то же говорят, ой, там волосы портят, тональный крем закупоривает поры, куча отмазок, все это отмазки. На самом деле, женщина должна за собой ухаживать. Мне кажется, нет ни одного мужчины, который бы... Ну, я смотрю на тебя и вижу, что ухоженная женщина. Ну, правда. Спасибо. Красивая, ухоженная, приятная. Ей хочется общаться, любоваться, находиться рядом. И считаю, те, кто не хотят этого делать, они совершают преступление. Редактор субтитров А.Семкин